Приветствую любителей аудио! Сегодня расскажу об усилителе Roxanne Caspian. В общем-то аппарат был создан в Англии компанией Roxanne, который существует с 1985 года. Сперва на рынок они вышли с помощью интересного проигрывателя винила, который назывался Xerx. И дальше они развивали эту идею. Например, создатель, технический директор компании Roxanne, когда у него спросили, слушайте, ну вы знамениты выпуском именно виниловых проигрывателей, у вас так интересно там все устроено, получается замечательный звук, а как вы смогли CD-проигрыватель-то сделать? Потому что в линейке Roxanne есть CD-проигрыватель, а это же совсем другое. На что технический директор сказал, я не понимаю, там одно и то же, там нету ничего совсем другого. Просто там в одном моменте меняются две составляющие и все. Поэтому, говорит, сделать CD-проигрыватель было так же просто, как и виниловый проигрыватель. Ну не сказать, что это было просто, например, опять же по воспоминаниям создателя винилового проигрывателя Xerx, он его экспериментировал, создавал около трех лет. Поэтому, конечно же, легко так сказать, но на самом деле все это был труд, все это были эксперименты, которые удачно завершились. И компания Roxanne прочно завоевала фан-базу любителей аудио в интерпретации компании Roxanne. Вскоре, в общем-то, себя не заставил ждать и усилитель. Компания Roxanne выпускает, или до недавнего времени выпускала всего два вида усилителей. Это замечательный, со слов владельцев, аппарат Roxanne Candy и топовый аппарат Roxanne Caspian. В общем-то, на самом деле, как я понял, разница не в том, что какой-то аппарат плохой, а какой-то хороший, потому что у обоих есть много любителей этих аппаратов. И единственный момент, что кто обладает Candy, тот мечтает о Caspian. А кто обладает Caspian, он иногда даже покупает второй аппарат, а то вдруг первый когда-нибудь сломается. Ну, как это не забавно звучит, но именно такие вот отзывы я читал в комментариях на зарубежных сайтах от владельцев Roxanne Caspian. Ну, действительно, одно можно сказать, что да, людям нравятся эти аппараты и тот и другой. Но, например, Roxanne Candy он более мощный, а Roxanne Caspian это топовый аппарат, но он менее мощный. И когда спросили, опять же, технического директора компании Roxanne, а ведь Candy-то еще мощнее, значит, Caspian-то, наверное, хуже, раз он менее мощный. Что он ответил? Просто послушайте, Caspian более изящный и более эмоциональный. Ну, это его слова. А получается, что Candy, он немножко больше, наверное, ракешный такой, могу предположить. Могу предположить, потому что Candy у меня не было. Я, в общем-то, и хотел купить Candy, но подвернулся вариант, что можно было купить Caspian, и я решил сразу зайти с тузов. Сразу взять Roxanne Caspian. Но, опять же, хотел бы отметить, что Roxanne Caspian, они, конечно, Caspian, но они разные. Например, у меня Roxanne Caspian M Series 1. Они, а есть еще, ну, то есть M1, другими словами, Caspian M1, а есть еще Caspian M2. Это более новый Caspian. Так вот, разница между ними следующая, что в Caspian M1 только не балансный, не симметричный выход, то есть обычные тюльпанчики. А в Roxanne Caspian M2 там еще есть балансный вход, соответственно. Но в этом плане он, M2, должен быть более совершенным аппаратом. Ну, вот как звучат, сложно сказать, не знаю. Вот. Но на сегодня есть еще третья модель, появилась, называется Roxanne Black. Ну, так, это не слово Black, не черное, а Black. B, L, A, или A, и K. Вот так вот странно пишется. И вот этот аппарат, он теперь вершина. Правда, владелец вот именно этого аппарата, Roxanne Caspian, у которого я его купил, вот, он сказал, что вот он слушал Black на выставке, ему как-то он не зашел, ему вот этот вроде как больше нравился. Вот. Ну, в общем-то, когда я включил этот аппарат, ну, конечно, а цена такая кусачая, и боялся немножко, что, ну, разочарует. И, в общем-то, в целом, я сразу скажу, что нет, я не разочарован, но и какой-то гипер-супер какой-то вариант я тоже не получил, но когда я перейду к сравнению, вы, в общем-то, поймете, как это позиционировать, потому что очень сложно понять, вот кто-то рассказывает, вот у меня Hegel, кто-то говорит, у меня Primarch, у меня Exposh, кто-то говорит, у меня там Name, ну, такая-то модель, вот такая-то модель, голова пойдет кругом, а как это, что звучит, что какого уровня, совершенно черт ногу сломит, даже не найдешь эти линейки, например, вот какая-нибудь компания, ну, пусть там Nat или еще какая-нибудь, допустим, выпускает свои модели, вот на него заходишь, на сайт, и ладно бы там была иерархия, вот этот вот начальный, этот круче, 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 и вот вершина. Но нет, это все можно хоть как-то понять, пока идет рекламная кампания, пока какие-то материалы, пока какие-то каталоги выходят, чуть-чуть время прошло, с сайтов это все удаляется, уже вообще не поймешь, кто из них кто был. Я, например, недавно разбирался с иерархией колонок Дали, у меня голова кругом пошла, потому что такое ощущение, что там переливают из простого в порожнее, только чуть-чуть меняя отделку в некоторых моделях и придумывая новые названия. Ну, наверняка там какие-то новые технологии, наверное, это все стало лучше звучать, но если эта модель ушла из продажи, все, уже сложно понять, она выше этой модели, она ниже этой модели, и вот как это гадать? Ну, совершенно непонятно с усилителями. Такая же история, потому что самое простое понять, это сравнить аппараты, и тогда будет понятно какого-то уровня. А когда называется название модели X, например, и как он по сравнению, вот какой он классный, а ты думаешь, из того, что я знаю, с чем его можно сравнить? И часто человек, который даже хочет поделиться такой информацией, он называет модели, которые все равно неизвестны, поэтому тоже не очень понятны. Ну и вот, конечно же, было интересно послушать топовый, топовый Роксан Каспиан, интегральный усилитель. И я читал, что он воздушный и так далее, и вот когда я его включил, первое, что порадовало, что он правда воздушный, он очень воздушный, причем воздух такой очень приятный, похожий на прослушивание хорошего винила. Когда вы включаете, там хорошие иголки, хорошая пластинка не затертая, с хорошей записью, и вот там какая-то вот такая вот воздушность, открытость, полет звука идет. Ну, прям вот это про Роксан Каспиан очень здорово в этом плане. Также сразу отдает такая вот сладость, не то что сладость, а скорее шелковый звук. Звук очень шелковый, и где нужно, он довольно очень глубокий по звуку. То есть и открытость, и воздушность, и глубокий такой вот низ, ну, не постоянно, а вот в какие-то моменты там что-то вступило, и прям вот низко-низко так играет. Очень так интересно. И вокал, конечно, замечательный, очень пеучий. И я когда послушал, ну, первое, что вот я заметил, это открытость, и также заметил, что разрешение у него так себе. Ну, конечно, не бюджетка, ну, где-то вот средний уровень, я бы, наверное, сказал, что это что-то, может быть, по разрешению, как, может быть, допустим, Sansui Alpha 607. А такое вот не очень-то и высокое разрешение для топового английского аппарата можно было бы и получше. Но, с другой стороны, он дико музыкальный. То есть он очень певучий, и его, когда начинаешь слушать, просто забываешь, что там чего не хватает, что хватает, оно просто здорово. Кроме того, все нужные какие-то аспекты, где там струна звякнула, брякнула, все это выносится на первый план, это прям хорошо, заметно и слышно. И вот я думал, с чем же сравнивать, потому что его включаешь, ну, классно звучит. Есть свои минусы, тем более за такую цену, как бы они такие прям минусы, вот, дорого. Но, с другой стороны, английская техника, она вообще дорогая. Поэтому для английских аппарат, наверное, это нормально. Вот, и включаешь, ну, нравится. Просто слушаешь, и нравится музыка. И самое вот прикольное, это нравится. Поэтому сразу, конечно, все минусы какие-то нельзя заметить. Кроме того, мне показалось, что он вот поработает где-то минут сорок, начинает звучать получше. Это не факт, но вполне возможно, что это есть. Почему не факт? Ну, вы скажете, ты что, не доверяешь своим ушам? Ну, тут не в ушах дело, а в том, что обычно время есть послушать уже глубокой ночью, скажем, или вечером. И понятно, что, например, в 11 часов и в 12 часов слушать музыку – это разные шумы уличные. То есть в 11 часов еще что-то там шумит, еще там где-то телевизор работает в доме многоквартирном и так далее, а в 12 ночи там уже все уснули, уже и электроприборов столько нету в розетках, уже всякой-то грязи в сети нету, и на улице уже ничто не ездит. То есть, в общем, соотношение сигнал-шума улучшается, причем ощутимо, именно ночью. И когда там через час начинаешь слушать, тебе, конечно, может показаться, что аппарат стал лучше звучать. Ну, тут сложно сказать. Может, правда, ему требуется прогрев какой-то около часа, а может, действительно, дело в том, что просто улучшились условия прослушивания. Поэтому мне сложно сказать. Ну, он в любом случае хорошо звучит и так, и так, поэтому это не имеет значения. Кроме того, говорили, что у него какая-то там тугая ручка громкости, и она как-то плохо крутится, но... Обычная ручка громкости обычно крутится, без каких-то дополнительных усилий, и из пульта управляется, и просто... Ну, как обычно, ничего там... Может быть, в какой-то особенной там модели она как-то плохо крутилась, не знаю, в M-series 1 всё нормально крутится. Вот. Ну, и не без придурей английской, как обычно. Кнопки включения нет. Ну, в понимании... В обычном понимании... Точнее, есть кнопка включения сзади в усилителях. Это у них то под днищем, то сзади и так далее. Ну, то есть я сейчас скажу, что он не должен выключаться, но я так не рисковал. Ничего себе не должен выключаться. А нолик отвалится там или фаза, или уж не электрик, что там отваливается в щитке. У меня такая была ситуация, когда там 380 в розетках было, и выключенная аппаратура вся погорела. Вот. Поэтому как-то не очень... как бы нравится идея, чтобы техника вообще не выключалась. Вот. Поэтому... Включается сзади. В отличие от нейма, ничего не щелкает в колонках. Ну, абсолютно тишина. Включили. Вот. Но после этого надо нажать кнопочку моды, чтобы включилась. Кнопочка моды очень какая-то странная, потому что она же по совместительству и некий мьют. Ну, то есть понижение громкости до какого-то значения. То есть её нажимаешь и становится тихо-тихо, как играть. Её отжимаешь и он возвращается на нужную громкость. Ну, пульт страшный, старый. Но, в принципе, я бы сказал неплохой. Но есть придурь в нём. Опять же. Опять. Вот как обычно. С эргономикой там не дружат вообще. Абсолютно. Там кнопка громкости отдельно. А громко... А кнопка... Вернее, кнопка повышения громкости отдельно. А кнопка понижения громкости тоже отдельно. Да. И самое смешное, что это обе кнопки-качельки. То есть у них есть и плюс и минус. На плюсе есть плюс и минус. И что на минус жмёт, что на плюс, он прибавляет. А надо на другую кнопку нажать на минус. Тоже там и плюс и минус. Качелька такая. И тоже он. Ну, только убавляет. Вот это, конечно, мозг вносит капитально. Ну, это... Я уж не знаю, какой резон было городить такой вот вариант. Звук слушал. Понравился звук. Очень певучий, очень мелодичный. Звуки более простые, конечно. Разрешение не особо высокое. Ну, не топовое, я бы сказал. Разрешение не топовое, но всё искупается его музыкальностью. Потому что он очень сильно похож на это вот эфемерное, собирательное понятие винилового звука. Потому что, вот как вы себе представляете, что это будет. Вот этот аппарат так звучит. Только он так звучит с CD или там с ЦАПа и так далее. То есть это у него характер звучания такой. А что касается каких-то вот нюансов, то когда я его слушал, потом я, в общем-то, понял. И его минусы. Плюсы. Это очень высокая музыкальность. Его очень приятно слушать. И от него сложно оторваться. Хотя слышно, что где-то не хватает микродинамики. Где-то не хватает там детализации. Какие-то звуки там хуже слышно. Деталей меньше слышно. Это всё есть. Но есть и плюсы, что он очень музыкальный. Итак, по минусу главное, что я сразу не заметил. Но когда больше жанров послушал, заметил. Это этот аппарат не умеет играть в металл. Потому что низкие частоты он играет очень глубоко. Они очень низкие, но они очень аморфные. И это при том, что у него демпинг-фактор 140. Это так же, как у Yamaha P2100. У той, правда, 150. Ну, 140-150 одно и то же, по сути. То есть, это высокий демпинг-фактор. Он должен идеально контролировать акустику. Но нет. Он гудит. Он аморфный. Поэтому металлу слушать неинтересно. В том плане, что он его не умеет играть. У него там просто какой-то гудёж по низам идёт вместо драйва. Короче, он не панчовый. Вот в металле нету панча точно. То есть, ну а без панча металл смысла нет никого слушать. Всё глубоко, всё так. Но без панчового, как-то без зуба. Но это, честно говоря, не усилитель для металла. Вот. Что касается другой какой-то музыки. Ну, вот Deep Up я включал. Ну, неплохо так вот. Ну, ощущается всё равно какая-то заторможенная аморфность нижнего регистра. Но не принципиально. Не так, что... Или вот Назарет я слушал. Expect No Mercy. Прекрасный альбом. Тоже слушается. Прямо великолепнейшее. Обалденно. Но чуть-чуть тоже слышится. Deep Purple, Stormbringer. Я слушал. Ну вот, короче, вот Назарет. Или Deep Purple. Это нормально. Это можно послушать. Ну, как бы без проблем. А вот что-то реально. Вот я в вас включил альбом Вавилон. Ну, не вообще. Просто нету панча. Короче, всё зализано. Не то ещё. Плюс вот этот вот окрас шёлка. Ну, вообще не уместный. Поэтому не для металла сто процентов. Не подходит. Другой момент, что остальные жанры, они очень классно звучат. Синти-поп, джаз, конечно же. Звучит прям вот не оторваться. Очень вкусно. Очень прям музыкально. И вот знаете, я решил его сравнить. Ну, думаю, сейчас я не буду уже издеваться над ним. У меня же есть ещё и ультратоповые аппараты. Там, Marantz 11, Denon C1, Denon A100, Yamaha AS2000. Ну, то есть, это аппараты в ритейле, по крайней мере, ну, даже, по-моему, кроме Yamaha, наверное, они все заведомо дороже стоят. Поэтому я решил, как бы, попробовать классный аппарат, который доступный, народный такой. Это Denon PMA 1500 AE. У меня есть Advanced Evolution. Очень хороший аппарат, очень высокая детализация. И вот я Denon PMA 1500 AE сравнивал с Roxanne Caspian M-series 1. И, конечно же, было дико интересно послушать. Но я так вот подозревал, что они где-то будут что-то близкое к одноклассникам. Хотя, вроде, ну, подумаешь так, Caspian G-top английский, он должен там быть где-то высоко. Но я много раз говорил, что у Англии, у них другая ценовая шкала, и они обычно переоценены по сравнению с другими странами. Ну, или, скажем так, они всегда дорогие просто, дорогие. Что вот Экспо уже, Экспосуре, он, когда за него такие деньги отваливаешь, чувствуешь, что как-то он играет не на эти деньги, а на поменьше. Тоже хорошо играет, мелодично, но не на такие деньги, как бы. А вот, ну, это Англия. Тут так вот. В общем-то, они сами все делают, у них своя какая-то философия, у них своя какая-то очень эзотеричная, и вот, наверное, самое правильное будет слово, эзотеричная схемотехника, с помощью которой они приходят к каким-то результатам. Даже достаточно вспомнить интервью с техническим директором компании «Роксан». Он там говорил, что каждый аппарат, ну, благо их там два аппарата из усилителя, он относил домой и в течение недели дома выслушивал и ловил моменты, что ему не нравится, и доводил уже в лаборатории до той степени, чтобы он прям оторваться не мог, чтобы эти аппараты были залипательные. Ну, то есть, как их включил, так и не оторвешься. Ну, и, в общем-то, я послушал на «Роксан Каспиан» Нора Джонс, великолепно звучала, Даяна Крал. Вот обе из них, они, у них, в общем-то, голоса, они маленько какие-то такие сипатые, прокуренные, суховатые, а вот с «Роксан Каспиан» вдруг они такие стали более влажные, более такие мелодически-певучие. Вот эти исчезли артефакты такие, вот, ну, потому что аппарат сглаживает, конечно, нюансы какие-то, но он добавляет сладости, какой-то шока. Поэтому это всё прощается ему, и, ну, очень многие его любят, потому что его очень приятно слушать, даже, ну, несмотря вот на это. Другие скажут, блин, был бы ещё тогда выше что-то Каспиана, чтобы вот прям вот всё, что было в нём осталось, но стал бы ещё выше. Ну, вот сейчас они сделали «Блэк», говорят, что у него более высокий класс, но вот я уже приводил мнение одного человека. Сам я «Блэк» не слушал, я, в общем-то, кроме этого «Каспиана» и «Роксанов-то» ничего не слушал, поэтому не могу ничего сказать. Итак, вот после этого аппарата я включил Denon VMA 1500 AE, замечательный аппарат, двойной моно, два трансформатора, MOSFET с биполярами, там смесь, всё очень круто, 14 кг, и, кстати, вот, говорилось, что вот этот вот «Роксан Каспиан», он тоже якобы 14 кг, ну, знаете, ребята, я вот когда в руки взял Denon, ну, блин, он тяжелее тупо, прям сильно тяжелее, поэтому, может быть, какой-то другой, не ем один «Каспиан», там, 13 или 14 кг весил, или, может, это вес был в коробке, я уж не знаю, но там точно они не одинаково весят, хотя по бумажкам одинаково, но Denon ощутимо тяжелее по весу, а по бумажкам вроде одно и то же. Ну, в общем, такие были впечатления, и вот я включаю после «Каспиана» Denon VMA 1500 AE тоже ждать, какой там звук будет, вот, и, ну, на «Дайяне Крал» я «Волфловер», альбом, в общем-то, вдоль и поберег прослушанный, не сказать, что он как-то суперкруто там записанный, но для оценки тоже, если ты его хорошо знаешь, прекрасный он был. Пригодится, я, кстати, вы знаете, почему включал еще, я его и на «Каспиане» включил, потому что там в первой песне есть журавление, ну, как бы, улетающие там, воркуют, и это не на каждом аппарате слышно, а некоторые аппараты это вдруг как-то преобразуют, что это и вообще не журавли, это что-то просто другое, и, скорее всего, это, может, и правда не журавли, но когда они как журавли, то там прям вот певучо-музыкально, очень хочется такое слушать, вот, и, ну, на «Динонах»-то журавли, поэтому мне было интересно на «Каспиане»-то как, потому что у него разрешение не показалось топовым, ну, я включил, ну, журавли услышал, да, тоже они там «у-у-у-у» там кричат, в общем-то. И, ну, соответственно, включил «Динон» и «Динон» АЕ, стал слушать первое, что услышал после, опять же, на той же самой композиции «Даяна Краук», что разрешение выше у «Динон» PMA 1500 АЕ, разрешение выше – это точно. Аудиофильская точность выше у этого аппарата, у 1500 АЕ, то есть это более аудиофильный, более выточенный аппарат, то есть даже я бы сказал, что уровень повыше, разрешение повыше, богатство звука повыше, вот, ну, и можно было бы, микродинамика хорошая, нету аморфности низа, он там и не такой, кстати, глубокий, но аморфности нет, и на этом можно было бы вроде бы закрыть, да, и расходимся, но дело в том, что «Динон» после «Каспиана» по звуку вот явно имеет мониторный характер, то есть такой, знаете, более холодный, скажем так, звук, более такой формализованный, формальный. И вот слушаешь, вроде деталей больше, микродинамика лучше, слышишь больше шероховатости, больше нюансов, тарелочки больше какой-то информации дают, там, ну, струны какие-то больше информации дают, думаешь, ну, не, ну, всё понятно, 1500-е там явно превосходит, чем, ну, этого самого «Каспиана». Вроде всё уже решил, и после этого опять вот отключаешь «Динон» 1500-е, включаешь вместо него «Каспиан», включаешь, и уже так не кажется. Ну, слышно, да, что там нету таких нюансов, но он такой певучий, он более музыкальный, как-то акцент вообще другой на инструменты, на их звучание подаёт, и он более мелодичный, более певучий, не мониторный, и такой слушаешь, думаешь, да и фиг с этим как бы разрешением, зато как классно, он как классно певучий поёт, как вот, ну, залипательно поёт, и даже начинаешь слушать, вот тут вот классно так струна сыграла, слушаешь, на «Каспиане» тоже она классно сыграла. То есть, может быть, она меньше детализации сыграла, но она там расставила «Каспиана» так акценты, что они как-то вот более мелодичные, что ли, получились, и может быть более естественный тот же вот голос, скруглённый, замазанный от микродеталей, он тоже как-то более живой, и если даже там в другую комнату выходишь, то вообще кажется, что в комнате там кто-то говорит или кто-то напевает, вот живой человек, вот на таком уровне, но разрешение в целом у него пониже, чем у «Динон ПМА-1500». Вот, поэтому мой вывод, что примерно и «Одноклассники», каждый по-своему очень хорош, но «Каспиан» точно музыкальный, и «Каспиан» точно пониже разрешения, и «Каспиан» точно топовый аппарат, по крайней мере в его линейке, то есть он показывает такие вот нюансы, когда с таким аппаратом не захочешь расставаться, но есть и минусы. Как уже говорил, металл не играет от слова совсем. Не, ну конечно же, играть может что угодно, это не значит, что он не воспроизводит металл, просто я имею в виду, что он не отыгрывает так, как бы стоило отыгрывать, ну кто-то скажет, ну может колонки пробовать, но я его включал на «Ямаха» NS1000CX, закрытый ящик, и в общем-то на, чтобы отыграть эти колонки, ну ни один усилитель не жаловался, там даже у меня есть «Балалайка», «Живи Си», чего-то там 9, она дешевенькая, там на авито за 11 тысяч, что ли она продается, ну то есть и то, как бы включаешь к этим «Ямахам», это нормально все так играет, нет никакого, здесь же нет, это, ну я читал опять же и отзывы других людей на зарубежных, на наших-то сайтах не найдешь, там очень мало отзывов, а на зарубежных там читал, вот, и тоже там отмечали, что, ну по низу, короче, вот аморфно, как будто демпинг фактор, такое ощущение, что он там чуть ли не 20 сам по себе, а не 140, мощный трансформатор, там действительно его видно, такой огромный, как бы все так нормально, но такая вот вещь, но зато музыкальный, может это специальности, что может быть там нюансы струн, там или вокала как-то звучали более грудно, более душевно, так, ну, в общем-то такая вот история, аппарат понравился, прикольный, денег не жалко, что потратил, прям потому, что у него есть своя изюминка, своя вещь залипательная, но вот как он топовый, выше там, ну вроде Каспиан, да, вершина, но у других компаний, конечно, есть значительно более высокие уровни аудио, там, допустим, который продавал, он тоже думает, что у него топ, ну нет, это не топ, это совсем не топ, но он со своей изюминкой, он прям вот классный аппарат, вот такие вещи, их очень мало в мире, и когда вот их встречаешь, прям вот по-детски радуешься, например, вот у меня есть на имнах 5, тоже ничего от него не ждал, очень удивился его прекрасному звуку, ну, потрясающий аппарат, вне своей цены играет, вот тот, кстати, стоит дешевле, ну, тоже такой офигенный, но они вообще не похожи, Каспиан и Нейм вообще не похожи, они совершенно разные, абсолютно, ну, в общем, друзья, на этом я завершаю видео, понравилось, можно поддерживать канал, можно подписываться на Бусти, также сейчас немножечко пролистаю картиночки, вот так вот выглядело это, когда я его слушал, ну, вот вход в CD, Мал Дэйс включал, тоже очень классно, там, саксофон звучит, и вообще все классно, и слушал Билл Эванса, альбом, вроде, он мне как и не нравился, потому что он какой-то тухлый по звуку был, сам по себе, хотя и на ультра прозрачной вот этой пластмассе, сэш, МСД что ли, как-то так она называется, в Японии я его покупал, то есть оригинальный, вот, а на Роксане как-то я оторваться не мог, я его весь прослушал, ну, и выглядит, конечно, очень красиво он, и вот, есть еще такая вот вариация, вот, обратите внимание, вот он Роксан Каспиен, вот он Денон 1500, и смотрите, какой он маленький, по сравнению с Деноном, он в два раза по высоте меньше, кроме того, он и по глубине меньше, то есть он просто, ну, тупо меньше, вот, и немножечко видно пультик, это пультик лежит от Роксан, Роксан, но я его сейчас покажу, вот такой вот он, и здесь вот как раз, вот, две дурацкие кнопки, плюс-плюс, и минус-минус, это, конечно, прям, я не знаю, там, под LSD, что ли, они там были, когда этот пульт изобретали, ну, сложно сказать, ну, друзья, всем пока, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Boost, поддержите канал, пишите темы, которые вам интересны, в комментариях, пишите свое мнение, если слушали Каспиан, пишите, если с чем-то его сравнивали, с другим, с чем сравнивали, в каком тракте, это все очень интересно, это очень полезно всем будет, а кто ищет какие-то модели, ну, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,